Сегодня я хочу проповедовать на тему, которая называется «Как изменить свой характер?» Это часть вторая. Если вы пропустили первую часть, то вы можете это тоже посмотреть на нашем YouTube-канале. Когда я первую часть говорил, мне один человек в конце подошел и сказал «Пастор, когда ты задал вопрос, можно ли менять характер?», то я руку поднимал, что «Да, можно». А потом, когда вы сказали «Свой», то я расстроился. Я имел в виду, ну, другой нужно, даже нужно менять. А вот «Свой» — это уже совсем другое дело. И быстрый обзор первой части «Наш характер», он влияет на окружающих. И, к сожалению, многие люди из-за него страдают. Люди больше занимают позицию «Принимайте меня такого, как я есть», «Любите меня такого, какой я есть». Одним словом, имеется в виду «Я не собираюсь меняться» или «Проблема не во мне». И мы с вами говорили, что у большинства людей характер не меняется из-за отсутствия желания платить цену. Какую цену? Развивая личные отношения с Богом. И мы об этом подробнее поговорим чуть позже сегодня. Рост или зрелость всегда берет время. И часто люди, не видя быстрых результатов, быстро сдаются и перестают бороться. Это относится также и к изменению характера. Но я верю, друзья, прихожу к заключению, что характер, особенно у возрожденных верующих, у христиан, должен меняться. По многим причинам. Одна из них, если он не может измениться, значит, тогда и Бог не всемогущий, который не может справиться или изменить. И напомню несколько пунктов, почему характер должен меняться. Первое. Потому что все, что рождается, мы ожидаем, что оно будет расти и развиваться. Это правда в физическом мире. Это же правда. Этот принцип должен работать и в духовном также мире. Поэтому первое условие должен быть рожден свыше. Второе. Мы говорили, что Писание уточняет, как человек должен развиваться. Второе. Коринфянам 3 глава. Изменяемся, становясь все больше похожими на Него. На Него с большой буквы. То есть на Христа. А синодальный перевод. Преображаемся в тот же образ. Английский. Being transformed. То есть трансформация. Естественно, идет речь о переменах не внешних, а о внутренних. О трансформации внутренней. Вот к чему нас призывает Писание. Павел часто писал, обличая верующих в незрелости. И я думаю, что и сегодня мы с этим сталкиваемся. Дальше, друзья, мы говорили с вами о том, что разные, упоминая библейских героев, вспоминая их примеры, как они менялись, как их характер преображался. Для нас это тоже и пример, и вызов. И в Фессианам 4 глава написано, «Наша цель – стать зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув такого же совершенства». Правда, очень высокая планка. Очень громкое заявление. И вот это наша цель, друзья. По-английски написано, «We are to become a perfect man». То есть быть perfect, кажется, мы сразу отключаемся. Nobody is perfect, никто не идеальный, и я не идеальный. И нам так легче думать, и легче себя оправдать. Но я хочу, чтобы мы, как верующие, помнили планку, помнили цель, которая очень ясно прописана в Писании, к чему мы должны стремиться, пока мы еще здесь, на земле, и называемся верующими людьми. И потом мы с вами заключили, как изменить характер. Иоанна 15 глава, Христос говорит, «Я лоза в и ветви, кто пребывает во мне, тот приносит много плода». И мы с вами задались вопросом, о каком плоде идет речь? Что значит «много плода принесет?» Какие результаты ожидаются от меня? И мы с вами говорили, что такое номер стронга. Видите, там 25-90 стоит номер. Говорили, что это значит, откуда эти оригинальные значения мы можем взять, как мы можем найти контекст, найти эти же слова в других параллельных местах Библии и разобраться, о чем идет речь. Так вот, когда мы говорили, Христос говорит, что если ты прибудешь во мне, принесешь много плода, какого плода? Ответ в Галатам 5 глава. Используется то же самое слово. Тот же номер стронга, который подтверждает, что идет речь вот именно о плоде Духа. И если мы смотрим внимательно, здесь плод в единственном числе, то есть перечисляются все внутренние качества, которые можно все обобщить и назвать нашей сегодняшней темой характер человека, который должен преображаться. Итак, теперь мы переходим ко второй с вами части. И сейчас давайте мы вместе еще раз прочитаем Иоанна 15 глава с 4 стиха. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Итак, первый пункт. Давайте поговорим, какая взаимосвязь лозы и ветвей. Итак, значение и роль лозы. В тексте, который мы прочитали, Иисус Христос открыто говорит, что «я есть лоза». Он выступает, дает картину, преобраз. Для людей этого времени это было очень понятно. Везде там были виноградники. И он говорит, вот я, вот это виноградная лоза. То есть ствол соединен, который держит все, каждый листочек, каждую веточку, плод. И эта лоза является источником питания. Или же, у нас написано на экране, источник жизни. Вот роль или значение лозы. Источник жизни, источник питания, постоянный источник. Стоит ветвь оторвать от лозы, и она обречена. Нету шансов на выживание. Если ветвь оторвать от лозы, это просто дело времени. И она обязательно умрет. Лоза является проводником жизни, как канал, через который течет сок, или как кровь течет по нашим венам. И этот сок течет к каждой клеточке, к каждому листочку. И это то, что дает жизнь всему растению. Лоза, мы ветви, это все равно, что голова или тело. Вот еще одна параллельная иллюстрация. Колоссянам 2 глава. Написано. Они не придерживаются Христа главы. Кто такие они? Возможно, это люди, которые знают о нем. Не против Христа. Может быть, называются верующими. Но в чем главное отличие, подчеркивается здесь, они не придерживаются. По-английски написано not connected, не соединены. С чем? С Христом, с главою, благодаря которой все тело, поддерживаемое и соединенное, растет перед Богом. Вот почему еще важно, друзья, быть частью Церкви Христовой, которая сравнивается при образ тела физического, где все разные люди, как члены одного тела, в подчинении главы могут развиваться и расти. Я хотел бы еще также, друзья, напомнить, что Христос, когда был на земле, Он делал неоднократно такие заявления, где Он говорил, «Я есть». Например, «Я есть свет миру». Я хотел бы, чтобы вы вспомнили, сколько раз, сколько таких заявлений Христос сделал. Вот «Я есть» и Он говорил, «Кто Он есть?» «Три, пять, семь, двенадцать?» «Кто помнит?» Правильный ответ – «семь». Семь таких вот было заявлений. Второй вопрос – «В каком Евангелии эти заявления Христос сделал?» Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Кто помнит? Правильный ответ – Иоанна. И дальше, друзья, давайте попробуем их вспомнить все вместе. Вы же знаете, что толпой сдавать экзамен легче. Но я вам уже назвал один ответ. «Я есть свет миру». Второй. Громко отвечайте. «Я есть истинная лоза». «Лоза». Два уже есть. «Я есть путь истинной жизни». Три. Этот ряд. Не ожидали, да? Нельзя расслабляться. Этот ряд. «Я есть». Этот ряд вас выручил. Четыре. Значит, «Я есть хлеб жизни». Уже четыре. Дальше. Громче. «Я и Отец одно». Да, но там вот именно «Я есть». «I am». Там вот ключевое слово, оно одинаковое везде. Кто еще? «Я есть альфа и омега». Да, но там есть чуть-чуть... Там другое корневое слово. Кто еще помнит? «Свет миру» уже было. «Дверь». Кто сказал «дверь»? Правильно. Это уже какой? Пятый. Кто-то еще сказал «я пастырь добрый». Это шестое. Еще одно не хватает. Ну, ладно. Вы молодцы. Внимание на экран. И смотрите. Семь вот этих заявлений. «Я есть хлеб». Второе. «Я свет миру». Третье. «Я дверь». Четвертое. «Я пастырь добрый». Пятое. «Я воскресенье и жизнь». «Я путь истина и жизнь». «Я есть виноградная лоза». Итак, смотрите. Если вы посмотрите на все вот эти утверждения, то я хочу у вас спросить. Когда впервые в Библии встречается такое выражение, этот же оборот речи «я есть», по-английски «I am», Бог говорит это в Библии первый раз человеку по имени Моисей. Когда он встречается с Моисеем, то он ему представляется, как Богом говорит имя свое и говорит «Вот я есть». И теперь важно, друзья, заметить, что вот это то же самое слово, которое в Старом Завете, в книге «Исход Бог представился» Моисею, точно то же слово. Иисус Христос употребляет в Новом Завете семь раз. О чем нам это говорит, друзья? Это говорит о том, что Иисус Христос очень авторитетно утверждает свое божество. Утверждает, что Он есть Бог. Он людям показывает, насколько люди могут иметь полностью все в Боге. И свет, и хлеб, и путь. Ученики очень, наверное, растерялись, когда Иисус Христос намекнул, что Он должен уйти. Они же ради Него оставили все. Бизнес, рыбалку, все бросили ради Христа. Вдруг Он говорит «Я ухожу». А у них вопрос «А что же мы будем делать? А как же нам дальше жить?» Иисус Христос, делая вот эти все заявления в Евангелии от Иоанна, Он им показывает, кто Он есть, что Он есть Бог. За это, кстати, Его обвиняли и распяли. Помните, говорили, что Он богохульствует, называя Себя Богом. И вот эти очень мощные заявления. Но я хочу, чтобы вы увидели, что если мы смотрим в хронологическом порядке, то вот это заявление «Я есть лоза», оно последнее. Видите, первое «Я хлеб» и так далее, и так далее. И последнее «Я есть лоза». Это, друзья, подчеркивает важность, ценность этих последних слов. А еще один вам вопрос. А кто знает приблизительно хронологический период жизни Христа на земле, когда он это сказал? Какое примерно время было? Это был период перед арестом Иисуса Христа. То есть это последний день перед тем, как Его арестовали. Если вы посмотрите исторический контекст, то вот эта вот фраза последняя, это уже было в тот момент, когда вот они там вечерю делили, и потом Он им дает последнее наставление, и потом очень скоро Его арестовывают. Здесь я хочу снова выделить то, что это были последние такие наставления важные, с которыми Он их оставлял, которые, возможно, они переживали, как они выживут. И вот Иисус им дает урок или утешение, что, друзья, главное вам понять вот эту истину. Я лоза, вы ветви, и если вы поймете, как этот процесс работает, вам вообще не нужно беспокоиться, не нужно переживать, вы будете иметь все, достаток, жизнь, сок, энергию, развитие, плод, все. Но все держится вот на мне, на лозе, потому что я есть лоза. Интересно, Иисус уточняет, Иоанна 15, 1, что Он не просто лоза, а почему-то Он уточняет истинное. Что это значит? Что есть фальшивое. Есть другие варианты. Есть методы, в которых люди ищут подпитку, жизнь, вот эту энергию, утешение, пробуют как-то и без Христа справиться по жизни, и без Него мы обойдемся. Есть как будто другие источники, на которые люди тратят время, а потом, кто позже, кто раньше, приходят все равно к выводу, что все равно без Христа человек никто, ничто не может справиться, не может. И здесь, конечно же, люди бывают надеются на самоправедность. Иисус ее обличал в фарисеях. И снова намекая на то, что только во мне, во Христе, вы можете иметь какой-то хороший результат, плод в духовном вашем развитии. И здесь никакая надутая такая духовность, она вам вряд ли поможет. И здесь, конечно, еще тоже важно заметить, что люди не могут восполнить твои духовные потребности. Вы, наверное, не согласитесь, я сейчас продолжу. Вы можете получить их только через Христа, и ты должен быть лично связан с этой лозой и питаться от Него. Люди могут направлять, советовать, давать какие-то направления, но это твое личное решение, выбор и ответственность быть прикрепленный к этой лозе. Вместо тебя никто это сделать не может. Второй пункт – это значение и роль лозы. Лоза производит плод. Единственная сила, способная произвести плод. Какой плод? Плод Духа. И вот эта трансформация мышления, характера, которая для нас кажется нереальная, было такое выражение, я не знаю, если оно еще есть, «Горбатого могила исправит». Оно еще работает, нет? Было такое, да? Кажется, все, человека списали и все. Смотря на жизнь с христианской перспективы, то мы видим здесь, что здесь есть все-таки надежда для человека, когда вот эта лоза, она на связи, веточка на связи с лозой. И здесь важно еще увидеть, что человек сам, как бы он ни напрягался, как бы он ни надувался, он сам не может произвести плод. А даже если, скажем, мы вот все вместе, вот так вот, группой, так вот все будем как-то человеку пытаться изменить его характер. Вот нашли человека, и вот так давайте вот все будем вместе как-то его менять. У жены не получается его изменить, а мы так, а 10 нас, а 20, и будем его как бы менять. И вы понимаете, что все равно, как бы мы вместе ни старались, ни давили, только один метод как трансформации. Это только питание, влияние лозы Иисуса Христа. Конечно, это хорошо стараться, желать, искать этих перемен. Это все нормально. Но помни, что это не твои усилия сделают разницу. Ты не сможешь сказать, что я молодец, что я вот этого достиг или добился. Потому что мы говорим о плоде Духа. Это не плод Богдана, что я такой красавчик. Я более смиреннее, чем моя жена. Я более духовный так. Это так шел, шел и так улетел. Понимаете, что это не ты. Если убрать любой хороший результат, он приходит от Бога, благодаря работе, действию Духу Святому в тебе, но не ты такой молодец. Это благодаря Христу, тому, что ты Ему дал, ты повиновался, ты принял эту истину, ты понял принцип. Смотрите, еще подтверждение этой мысли. Иоанна 15,5 написано, я лоза, вы ветви, без меня не можете делать ничего. А вы скажете, а я вчера сколько вещей переделал? И по жизни мы столько наделали, иногда натворили. И кажется, справляемся. Люди и под воду идут без Христа, и в космос без Бога летают. И кажется, справляются без Бога. А как же тут написано, без меня ничего? Так вот, друзья, что важно. Именно плод Духа. Вот там, вот там мы ничего. Вот мы говорим о трансформации, да, мы говорим о перемене характера. Вот этот плод Духа, который звучит красиво так духовно, вот это, чтобы этого достичь, вот без Христа просто ничего не сработает, не сможешь без Него. Вот этот духовный какой-нибудь результат, ценность, вот это то, что Богу угодно, сам человек не может достичь. Твоя роль или ответственность пребывать на лозе, это твоя ответственность. А дальше результат, плод, это уже Божьи действия в твоей жизни. Поэтому не сосредоточьтесь очень сильно на изменении поведения. Стоп, 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 дайте мне, я закончу. Сосредоточьтесь больше на том, чтобы оставаться на лозе, быть на связи с Ним, и это приведет к улучшению поведения. Смотрите, первое, Коринфянам, третья глава. Я насадил, Аполлос поливал, а теперь вместе читаем, но взрастил Бог. Вот он ключ, но взрастил, трансформировал Бог. Поэтому иногда мы можем, может быть, слишком много уделять внимания или славы, проповеднику, еще каким-то людям хорошим, и они заслуживают, возможно, благодарности, но важно понимать при этом всем, что все равно, кто взрастил, это Бог. Поэтому здесь написано, насаждающий, поливающий есть ничто. Аж обидно мне, как проповеднику. Просто ничто, так раз и смирился. А Бог все взращивающий. А мы иногда думаем, я молодец, я там так стараюсь, я там так постился, то ты правильно делал. Но результат, это Бог. Без Христа мы очень, ну так мягко скажем, плохие люди. Все, что у нас есть хорошее, это вот благодаря Ему, Его работе в нас. И еще добавлю, что плод, который ожидается, это не для тебя. Это для других, чтобы другим послужить. Когда мы имеем этот плод Духа, во-первых, мы преображаясь в образ Христа, представляем Христа, служим для людей светом, как-то захватываем их внимание. Неужели вот это доброе еще есть в людях? И когда яблоня приносит плоды, то, вы знаете, ее обрывают, объедают, трясут, бьют, а у нее одно предназначение – приносить плод. Вот, друзья, вот это центральная мысль Евангелия, чтобы жить не ради себя. Нам иногда хочется сказать, да, этот характер менять, ну его как бы, он меня и так устраивает. В этом и вся проблема, что он только тебя устраивает, а не всех остальных других. Следующий пункт – значение и роль ветвей. Роль ветвей. Итак, взаимосвязь лозы и ветви. Поговорили за лозу, а теперь ветви. Роль ветвей – это быть постоянно на связи. Ветви в Писании сказано, что это мы, люди. И у нас есть выбор пребывать на лозе. Ветви прикреплены, и каждая веточка имеет личную связь. Здесь подчеркивается важность личных взаимоотношений с Богом. Общее собрание – это хорошо. Писание говорит, не оставляйте собраний ваших. Общие молитвы – это тоже нормально. Но это никогда не сможет заменить личных отношений, личной тайной комнаты. Когда ты заходишь в комнату твою, закрываешь дверь твою, молишься отцу твоему, тебя никто не заставляет, тебя никто не тянет. В этом разница. Здесь сказали, встань и помолимся. Все встали. А в понедельник ты сам это не делаешь. Вот это вот роль веточки. Быть постоянно на связи, если ты хочешь результатов. Дальше это не желание мамы или пастора, тебя. Это твое личное, твой личный выбор. И твое личное вот этот connection, соединение. Быть на этой лозе. И вместо тебя это никто не сделает. Однажды одна женщина там много жаловалась, приходила, жаловалась, рассказывала о проблемах. А ей один пастор говорит, «Женщина, извините меня, пожалуйста, но я не смогу жить христианской жизнью вместо вас». То есть есть вещи, которые только ты можешь сделать. Никто вместо тебя не сделает. Хоть мы и все будем толпой стараться. Это твой выбор. И здесь речь идет, главная мысль о постоянстве, постоянная связь. И о постоянстве в Писании тоже много написано. Деяния, например, вторая глава написана. Они постоянно пребывали в учении, то есть в Божьем слове, в молитвах. Это было у них регулярно. По-английски написано «they were devoted», то есть посвящены были этому делу. И это особенно проявляется, когда тебя никто не видит. Это не только по воскресеньям, но это когда ты дома сам. И когда ты пребываешь на лозе в этой связи. Это твое личное время с Богом, которое ты проводишь утром, вечером. И для тебя это ценно. Следующее. Роль ветвей – это полная зависимость от лозы. Полная. Помните снова эту картинку лоза ветви? Только ты ее рубишь, оторвал. Она обречена. Вот так, друзья, происходит в духовной жизни у любого человека. На этом принципе, который Христос преподал. Если человек только отсоединяется, он может сто раз называться верующим. Он может быть там 20 лет стажа у него христианского хождения в церковь. Если он не соединен, если он не имеет вот этой подпитки жизни, все, он обречен. Начинает засыхать, чахнуть, бубнеть, роптать. Находится много виноватых. Виноваты все, кроме него. И чаще, друзья, когда человек попадает в критическое положение, он винит всех, кроме себя. И самое главное, не видит корня проблем, не видит причины проблем, что очень часто причина disconnected. Отсоединен, не пребывает на лозе. Помните, я читал вам в начале, что некоторые знающие, но не соединяющиеся. Поэтому, друзья, полная зависимость во всех сферах. Для христианина это во всех сферах. Финансово, духовно, физически. Во всех сферах человек зависим от Бога полностью, как веточка, зависит от лозы. Если человек это понимает, он по-другому смотрит на жизнь, он по-другому реагирует на вызовы, на проблемы. А если человек этого не понимает, он сам, он пыхтит, он нарвется, он старается все проблемы решать. Короче, куча зла и мусора, а мало плода и результата. И здесь важно понимать, что человек не может быть полноценным без Христа. Всегда будет в душе вакуум. Всегда будет чего-то не хватать. Часто это слышим от неверующих людей, которые в Бога не верят, не знают. Вот все вроде бы в жизни есть, но чего-то не хватает. Вот этой полноценной жизни и смысла жизни на земле. И иногда, чтобы прийти к этому заключению, это может взять много времени. А у многих это иногда и всю жизнь берет. Да, друзья, но нам важно помнить, что Он творец, Он Бог, Отец. Он контролирует экономику, погоду и каждый твой вздох. Вот почему Он говорит, я лоза, а вы, а ты, я веточки. Дышите, еще имеете сок жизни двигаться, это потому что я даю такую возможность. Важно вот этот принцип не нарушить. Следующий пункт – это роль лозы осознать опасность быть бесплодным. Когда Иисус Христос рассказывает о лозеи в ветках, то Он говорит, что есть ветвь, в которой пребывает, один вариант, и делит на категории. Есть другой вариант, ветвь, в которой не пребывает. И здесь мы видим и предупреждение, и выбор, и тут же описаны последствия. Иоанна 15,6 написано, кто не пребывает во мне, значит, такой вариант есть. Значит, такие ветки тоже есть. И они среди нас, возможно, есть. Они тоже ветви. Они тоже, вроде бы, может, там где-то вокруг лозы, и они даже не против самой лозы. Но они не пребывают. Дальше. И звергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают. Засохнет – это когда у человека потерялся вот эта свежесть в жизни, смысл жизни, радости как бы нету, духовно. Сам человек иногда не знает, чего ему в жизни не хватает. Потому что нету подпитки или источника. И здесь, друзья, мы можем обвинять и супруга, и правительство, и кого угодно. Но иногда корень проблемы – дисконнект – не на лозе, не пребывает. И здесь мы подходим с вами к ключевому вопросу. А что же значит пребывать на лозе? Я думаю, что мы уже две серии, наверное, убеждали и согласились, что пребывать на лозе – это важно. А теперь осталось разобраться, как это на практике работает. Что должен делать я, как верующий человек, практически в моей жизни? И вот первый пункт. Мы только сегодня затронем первый. Их есть больше. Будет третья часть. Но вот один из них – практический шаг. Как я, как верующий человек, сегодня могу пребывать на лозе? С целью иметь плод. И у вас ответ на экране – пребывать в слове. Откуда такой вывод? Конечно же, мы должны найти этому подтверждение в Писании. Иоанна 15,5. «Я лозавый ветвь, кто пребывает во мне». Итак, нас интересует слово «пребывает». Именно вот это ключевое слово. Мы пытаемся разобраться, какое оригинальное его значение, контекст и номер стронга. Вот видите, там стоит номер 3306. Теперь наша задача – найти точно такое же слово, с таким же значением, с таким же номером, в других параллельных местах Библии, чтобы узнать, о каком пребывании идет речь, как это переводится. И вот здесь, друзья, мы с вами находим ответ. Следующий слайд читаем вместе. Иоанна 8,31. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Обращаю ваше внимание, что Иисус делает это обращение только к верующим людям. Есть люди, которые в Бога не верят, над Ним насмехаются, для них Он неважный, это другая категория, другой уровень. К тем, которые уверовали, вот для них другие задачи. И вот к уверовавшим Иисус говорит, если пребудете в Слове Моем. И вот здесь слово «прибудете» — это то же самое слово, которое Иисус употребляет, если пребудете на лозе. Тот же номер, то же значение. И здесь вывод очень простой, что если человек пребывает в Слове, практически читая Библию, это и есть практический шаг, что значит пребывать на лозе. Теперь осталось разобраться, что же это значит, как это пребывать в Его Слове. Ну, конечно, наверное, мы согласимся, что это значит читать Библию регулярно, вникать, изучать, копать и любить Его Слово. У нас была подростковая школа, и одна девочка вышла и сказала такую фразу по-английски. Она сказала, guys, I am begging you, please, read the Bible. Перевод. Я вас умоляю, пожалуйста, читайте Библию. Аминь. Села. Я так подумал, вау, наверное, самая короткая и самая мощная проповедь подростка, которую я когда-либо слышал в жизни. А я подумал, а почему она так говорит? Наверное, она как подросток уже в курсе, уже поняла, что, наверное, многие верующие Библию не читают. Они не против Библии. Она у них дома есть. Там все как бы нормально. И желание там вроде бы есть. Только не читают. Иногда бывают люди, говорят, нам так хочется движения Духа Святого. Так хочется Божьих действий, каких-то, не знаю, вот благодати больше Божьей. А кто-то так стоит рядом и говорит, так просто, может, начни Библию читать. Так просто simple. Так давайте, чем мы там так в космос стремимся? Давай с простых, базовых вещей начинать. Извините меня, что я очень не люблю быть негативным, но мне почему-то кажется, что люди очень мало читают Библию. Очень. Я говорю за сегодня нас, верующих. У нас иногда бывают там порывы, там раз в неделю, там, слава Богу, в церкви нам прочитают. Библию, слава Богу, на Ютьюбе дядя прочитает нам Библию. Это нормально, это хорошо. Но когда я сам лично ищу, открываю, закрываюсь, беру время и читаю Библию, вот это кажется как-то, ну, даже не знаю, как это его нарисовать, объяснить, почему как будто его так мало. Но когда мы говорим пребывать на лозе, это вот именно вот этот образ жизни. Вот как практически, например, можно привести это так, что все, наверное, имеют смартфон, и этот телефон, он, мы в нем пребываем. Я уже рассказывал эту иллюстрацию, да, утром проснулись, кому первому доброе утро? Телефону, прощаемся, кому последнему спокойной ночи? Телефону, на аппоитментах сидим, любая свободная минута, в телефоне, в телефоне, даже в церкви бывает в телефоне. Извиняюсь, если я вас так разоблачил, я не видел, это просто так. И на светофоре стоим, да, и как бы и там на телефоне, если вы улыбаетесь, значит, вы тоже это пробовали. И бывает, даже если телефон как бы не рядом с вами, да, вот там он лежит, и у нас все равно как-то глаз или дергается так. Мы вроде с человеком общаемся, все равно так. И вот хочется его, ну, хоть чуть-чуть хоть тронуть. Так вот, ну, хоть тронуть, что там. Ах, нормально, еще пять минут проживу. И вот мы в нем пребываем постоянно. И здесь, друзья, мы понимаем, что когда мы говорим о Священном Писании, я не думаю, что это значит читать Библию круглосуточно. Я думаю, что это больше человек начинает свой день с Писания. Открывает, читает, для него это важно, заряжается правильным, питает себя правильным. Потом в течение дня над этим размышляет. Потом, возможно, с кем-то это дискутирует. Потом, возможно, вечером снова читает, что-то слушает. Человек живет словом, пребывает в слове, наполняется словом. На практике пребывает в слове. Когда мы говорим, что человек там раз когда-нибудь там почитал Библию, я не думаю, что это пребывать. Пребывать, вы же понимаете, это вот быть на лозе, на связи. Это значит вот, это не так, что там как тревога, так и к Богу. Нет, это твое естественное. Смотрите, подтверждение этой мысли, еще один текст, Иоанна 15,7. Написано, если пребудете во мне, и слова мои, с большой буквы слова мои, то есть Божье Слово, прибудет в вас, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Снова идет речь о пребывании в слове и быть наполненным Его словом. Но когда я читаю этот текст, я не знаю, как вам, но у меня здесь просматривается мой любимый стих из Библии. Только вторая часть стиха. Смотрите внимательно, там написано, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Вам хочется закончить на такой ноте? позитивной. Можем еще раз повторить и пойти домой. Чего не пожелаете? И аж взрыв мозгов, там желаний выше крыши. Аж не знаешь, с какого начинать. И мне вот лично, не знаю, как вам, но вот хочется вот это, ну, как-то вырезать. Вот этот отрывочек из Писания. Наклеить, ну, как минимум, на холодильник, на руль в машину. И ходить и провозглашать, чего не пожелаете, просите, и будет вам. А потом, я так не люблю короткие слова, если, если, ну, а что, если не пребываем? Ну, ты сам себе ответил. Если. Если пребываем, то просите, по-английски, ask for anything you want. Я так подумал, почитал, и думаю, ну, не рискованно ли Иисус заявляет? Такие обещания, обетования. Чего не хотите, заказывайте. А мы заказываем, просим там, чего желаем и чего еще другие желают. А оно как будто не работает. Как будто мы просим, оно не получается. Вот мы сегодня увидели, все так честно, открыто, почему иногда нету ответов на наши молитвы, а мы все равно как бы повторяем, чего не пожелаете, просите. Да, просить можно. Техникно можно, просить можно. Но чтобы получать, это другое дело. Чтобы получать, написано, если пребудете. И вот я так поразмышлял, рискованно ли делать такие заявления? Все, что хотите. А теперь, друзья, вот центральное откровение. На основании этого текста. Если христианин честно, по-настоящему, сам лично пребывает в Слове, его не заставляют, его не тянут, не пугают, он сам приходит, открывает Библию. Сам лично обращается к своему Богу. Говорит, Господь, не понимаю, не всегда интересно, даже, возможно, не тянет, но ты честный, ты честный, и ты знаешь, в каком направлении двигаться. Ты приходишь и говоришь, так вот, Господь, вот это вот. У меня много там просьб и молитв, я уже устал просить. Ну, я вот это обетование хочу в моей жизни, чтобы оно работало. И ты здесь начинаешь жить, пребывать в его Слове, то помни, любой рост, это не быстрый. Не жди быстрых микроволновых результатов. Это Америка нас к этому приучила. Нет, развитие зрелости, оно идет процесс. Иногда медленный, но он идет. И вот, когда ты начинаешь пребывать, то тогда Божье Слово начинает настолько на тебя влиять и действовать на твое сознание, на твое сердце. Трансформация настолько происходит, что меняются твои планы, меняются твои взгляды на жизнь, меняются твои мечты, заказы, главное, меняются молитвенные просьбы. Ты уже не просишь то, что ты думаешь мне надо, то, что кому-то надо, ты уже просишь. Исходя от результата, как Божье Слово тебя настолько наполнило, настолько оно тебя повлияло, настолько оно в тебе, ты в нем, оно в тебе пребывает, что у тебя как будто трансформация происходит в мозгах. Ты начинаешь по-другому смотреть на жизнь. Ты думаешь, вау, я 10 лет назад за это там спорил, а мы ругались, а сейчас смотришь, какая ерунда. Смотришь на некоторые вещи, которые ты просил, Бог не дал, сейчас думаешь, слава Богу, что не дал. Смотришь какие-то вещи, которые ты прошел трудно и думаешь, по-другому воспринимаешь ситуацию. И ты начинаешь у Бога просить другие вещи, которых ты раньше не думал, не просил, даже в ту сторону мыслей не было. Когда твое молитвенная просьба совпадает с Божьей волей, это самая красивая и правильная молитва, которая гарантирует ответ. Когда твоя молитва нужда совпадает с Божьей волей, тогда Он говорит, просите, потому что сам Бог говорит, да, я этого тоже хочу. И здесь, друзья, нам осталось зайти в комнату, закрыть и сказать, открывая это Божье Слово, и сказать, Господи, меняй меня. Наверное, у меня таких молитвенных нужд раньше не было. Таких просьб не было. Я там всех других пытаюсь менять. А тут вдруг ты понимаешь, а я сам, ты тоже не подарок. И ты начинаешь в другую сторону молиться, Господи, покажи мне, что-то, что я не вижу, что я не знаю, а я в этот характер, зачем он мне нужен, там, тратить энергию, у меня и так проблемы выше крыши. А тут меняется твое сознание, твой смысл жизни, цель на земле, трансформация, преображение в образ Христов. Пока ты дышишь, у тебя еще есть шанс преображаться. и твоя ответственность очень простая. Пребывай на лозе. Пребывай на лозе. Обязательно постоянно stay connected. А дальше, друзья, хорошая новость, хорошая новость, ободритесь. Христос сказал, что если прибудете на лозе, то принесете много плода. Правда? А мы чуть подрастроились, так что, типа, ну там, а кто его знает, не дай Бог, как там Бог. Нет, вы читаете Писание. Если прибудете, то принесете. Вот он, позитив. Вот где надежда. Значит, есть надежда в отношениях, даже когда они натянуты, испорчены. И, конечно же, не мы виноваты. А кто-то другой. Что если я прибуду, то, значит, я буду меняться, преображаться. И тогда вот этот плод Духа, я о нем буду не просто знать, не просто читать, а я могу его иметь в жизни. Плод Духа, который Бог ожидает от каждого христианина. И каждая такая веточка, которая пребывает да, друзья, результаты могут медленно приходить, но меня вдохновляет то, что кто прибудет, тот по-любому принесет. Теперь осталось сказать честно, Дух Святой, а где я? Я пребываю в Твоем слове? Я пребываю на лозе? Как это я могу применить в своей практической жизни? Я хочу этого. Я хочу перемен. В конце концов, Дух Святой, меняй меня. Аминь.